Девушки отдыхают Мы за свободу страны За ними другие приходят Они будут тоже трудны Нахал! Уфу! Время, рыдать, рыдать, когда Сменилась, тремя, но стая, стая, страда Барменталь! Нет уж, вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте Ну и меня называй по имени и отчеству Нет, по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть Если угодно, я и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков Я не господин Господа все в Париже О, Швондерова работа Хорошо, я сегодня же помещаю в газетах объявлений И поверьте, я найду вам комнату Ну да, такой дурак я Что вы съехал отсюда? Как? Ну знайте, вы не нахальничайте, месье Шариков Вот Член жилищного товарищества И мне определенно полагается жилплощадь У ответственного съемщика Преображенского В шестнадцать квадратных аршин Благоволите Нет, я этого Швондера в конце концов застрелю Филипп Филиппович, форзит Какая тут к черту осторожность? Имейте в виду Если вы еще раз позволите себе эту подобную наглую выходку Я лишь у вас обеда И вообще питание в моем доме Шестнадцать аршин Это прелестно Но ведь я не обязан вас кормить по этой Лягушечьей бумаге Я без пропитания оставаться не могу Где же я буду харчевать? Так вот, и ведите себя прилично Прилет Представьте Благоваривай России Давай, ребята! Что случилось? Иди, твою мать! Профессор! Иди сюда! Выпей с нами! Кто они такие? Они? Они хорошие! Они будут у меня ночевать! Иван Анатольевич, позвоните в 45-е отделение милиции, будьте добры! Вон отсюда! Грамментария самого надо сдать в 45-е отделение милиции! Он у тебя без прописки живет! Кто украл два червонца? Я не брал! А кто же? Кто кроме вас? Я не один в доме живу! Может, Зинка взяла? Не беспокойся, Зинош! В ванну его! Филипп Филиппович, я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня на кафедре. Поверьте мне, для меня вы гораздо больше, чем профессор, учитель. Спасибо вам. Голубчик, я иногда ору на вас на операциях. Вы же простите мне мою историческую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок. От Северина Гринады. Филипп Филиппович, я, конечно, не могу давать вам советы, но посмотрите на себя. Вы же совсем замучились. И так нельзя же больше работать. Абсолютно невозможно. Ну вот, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет, как покончить с ним. Не-не-не, и не соблазняйте, и не говорите, и слушать не буду. Вы же понимаете, что получится, если нас накроют? Нам с вами, принимая во внимание происхождение, отъехать в Париж не придется, несмотря на нашу первую судимость. У вас же нет подходящего происхождения. Какой там черт? Отец был судебным следователем в Вильна. Ну, так же вот. Это же дурная наследственность. Пакостнее придумать себе ничего нельзя. Впрочем, виноват у меня еще хуже. Отец в кафедральной паратереях, мать... От Северина Гринады... В Тихонсовке... Черт знает, что такое. Филипп Филиппович, вы величина мирового значения. Из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына. Да разве они смогут вас тронуть? Помилуйте. Тем более не пойду на это. Да почему? Но вы-то не величина мирового значения. Ну, где уж. Ну, так вот. А бросить коллегу в случае катастрофы, а самого выехать на мировом значении, это извините. Я московский студент, а не Шариков. Значит, теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека? Иван Иванович, скажите, я понимаю что-нибудь в анатомии и физиологии? Филипп Филиппович, ну что вы спрашиваете? Ну так вот-с, будущий профессор Бурменталь. Сделать из него человека никому не удастся. И не спрашивайте. Я пять лет выковыривал придатки из мозгов. Вы знаете, какую колоссальную работу проделал? Уму непостижим. И спрашивайте, зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего вса превратить в такую мразь, что волосы становятся дыбом. Исключительное что-то. Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что происходит, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопросы и приоткрывает завесу. Вот тогда нате вам Шариковы, ешьте его с кашей. Филипп Филиппович, а если бы мозг спинозы... А на какого дьявола спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать человека, когда любая баба может его родить когда угодно? Филипп Филиппович... Нет, не спорьте, пожалуйста. Не возражайте, Иван Иванович. Теоретически это интересно. Физиологи будут в восторге. Москва объяснуется. Ну а практически что? Кто теперь перед нами? Кто? Исключительный прохвост. Но кто он? Клим. Клим Чугункин. Две судимости. Алкоголизм. Все поделить? Хам и свинья. На. На.